Раскрыть зрителю красоту форм и расцветки входящей в соприкосновение с человеком фауны в своих натюрмортах преследовали и мастера так называемого охотничьего натюрморта. Начало ему, как справедливо отмечает Борис Робертович Виппер, было положено Рембрандтом Ван Рейном, еще раньше Алста, написавшим в самом конце 1630-х годов охотника с Виппи и натюрморт с мертвыми павлинами. Весьма вероятно, что великий мастер использовал эти картины, как подготовительные тюды к некоторым деталям ночного дозора. Пишет Виппер. Трезденскую картину можно рассматривать как автопортрет художника, ибо охотник, гордо показывающий добычу не кто иной, как сам Рембрандт. Художника, вероятно, заинтересовало неожиданное сочетание беспомощно повисшей битой птицы и полной сил человеческой фигуры. Создается впечатление, что он сам остается в тени и как бы отступает перед божественной красотой природы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...